К другим темам. Сегодня в Киеве встретились две колонны всеукраинского крестного хода с востока и запада страны. Паломники прошли сотни километров. Им угрожали националисты, их оскорбляли и пытались остановить. Но сегодня в Киеве никто не посмел встать на пути десятков тысяч людей, объединенных общей молитвой о мире, любви и единстве. Репортаж Алены Германовой. Тесная аллея у подножия памятника святому князю Владимиру едва вмещают всех верующих, но люди продолжают идти. Когда до молебна еще час, колонна уже кажется бесконечной, словно на Владимирскую горку устремилась вся Украина. Перекрывать центральные улицы Киева сегодня начали еще с шести часов утра. На пути к Владимирской горке установили десятки металлоискателей. Вот мы видим, стоят очень много людей. В руках у них таблички с названиями различных городов и епархий. Сюда на праздник приехали буквально со всей Украины. Колонна движется медленно. У каждого паломника проверяют сумки. Документы всего охранять порядок на улице Киева сегодня будут шесть тысяч полицейских, бойцов Национальной гвардии и сотрудников СБУ. Меры безопасности решили утроить. Боялись провокации, но кроме пары подростков с оскорбительными плакатами в Киеве, ни один радикал не рискнул подойти к верующим. Молебен у ковчега с мощами и крестителя Руси начался ровно в час дня, как и планировалось. От Владимирской горки до Киева, Печерской лавры последний отрезок крестного хода длиной в 4 километра. Впередешествие предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Ануфрий. Следом священники на плечах несут семь чудотворных икон. Две из них привезли в дар греческие монахи со святой горы Афон. Зрелище, которое завораживает бескрайняя людская река, оглушительная тишина вокруг и только в шествии тихие молитвы о мире в стране. Мы все хотим помолиться за мир, за то, чтобы в нашей стране все были вместе. И пусть Божье благословение сойдет на нашу землю. Я желаю, чтобы у людей была любовь, был мир в сердце. И чтобы независимо от их политических взглядов, они бы относились просто плютки друг к другу. Были в первую очередь людьми. Когда голова колонны уже у главных ворот Киева, Печерской лавры с Владимирской горки только вышли, последние участники шествия, которое вместо запланированного часа длилось два. По данным представителей церкви, по Киеву прошли 80 тысяч человек. По неофициальным данным полиции от 45 до 50 тысяч. Всеукраинский крестный ход начался на востоке страны в Светогорской лавре еще 3 июля. 9 числа к нему навстречу с запада вышли паломники из Почаевской лавры. Около 1200 километров общего пути, 70 населенных пунктов. Чем ближе они были к Киеву, тем чаще их шествие за мир встречали далеко не мирно. В них летели яйца, оскорбления, им угрожали украинские радикалы. А когда до цели оставались считанные километры, дорогу якобы заминировали. Но люди продолжали идти и молиться, отчего радикалы становились еще агрессивнее. Видимо, не готовые смириться с тем, что те, кто хочет мира в стране, больше и они сильнее. За все время украинского государства, нового украинского государства, за 24 года, это впервые такое событие происходит. И я уверен в том, что оно не останется как бы незамеченным. И это то, что меняет атмосферу в обществе. Украинские националисты, которые ставили припоны на каждом шагу, они проиграли. Они как бы себя дискредитировали этими попытками. В Киеве, в центре Киева оказывается огромное количество людей из разных регионов, включая Западу. Ну что можно этому возразить? Просто такая животная ненависть ко всему, что так и иначе связана с большим единством. Накануне в Одессе радикалы весь день звонили в местную епархию. Сначала просто угрожали, а после заблокировали 10 автобусов с паломниками. Должно было выезжать 500 паломников. Но вдруг появились люди в камуфляже. Как потом выяснилось, это были представители Одесского автомайдана. Они стали угрожать паломникам. Потом они принялись непосредственно за водителей автобусов. Заявляли, что они пробьют шины, сожгут шины, разобьют лобовое стекло. И вот такими вот угрозами, вот таким вот давлением они заставили людей отказаться от идеи выезда в Киев на торжество. Несмотря на угрозы, несколько десятков верующих из Одессы все же добрались до Киева, но уже своим ходом на поездах и маршрутках. В нашу поездку в Киев сорвал автомайдан. Милиция рядом стояла и бездействовала, к сожалению. А владыка наш сказал, что ему очень-очень горько и больно, что он одессит, он украинец. Он не может поехать, вот так вот возглавить крестный ход и поехать вместе со своей пастрой в столицу своего государства в Киеве. Он чуть не плакал. Завтра утром в день празднования Дня Крещения Руси в Киево-Печерской лавре торжественная литургия, на которой тысячи верующих со всей Украины снова объединятся в общей молитве, чтобы вместить всех желающих, литургию проведут на площади перед Успенским собором.